А у меня, как обычно, он очень вкусный, я привыкла к нему. Ой, ты же с сыром? Я не люблю сыр. Этим разговором есть место каждый день. И чем сложнее коллоквиумы, семинары, экзамены и зачёты, тем быстрее студенты бегут за фастфудом. И тем вкуснее гамбургеры. Как известно, гормон удовольствия вырабатывается и от еды в том числе. А при стрессе всегда хочется что-то вкусненького. Наверное, это этим объясняется, что человек получает очень большое удовольствие от еды. Студенты-третьекурсники убеждены, гамбургеры и хот-доги – лучшее лекарство от стресса. Тем временем в сети разворачиваются нешуточные баталии. Есть мнение, что стресс полезно заедать вкусняшками, но фастфуд не лечит депрессию, обвергаясь человека в глобальное уныние. Во-первых, высококалорийная пища крадет у человека энергию. Во-вторых, трансжиры, которые есть в составе любого гамбургера, встраиваются в клетки человека и убивают их. Особо нужно обратить внимание на продукты, из которых производится фастфуд. В основном это, конечно, переработанные продукты. И вот эти продукты в виде колбасных изделий, в виде плавленого сыра, впоследствии в организме образуются нитросамины при переработке этих продуктов. И вот именно нитросамины, они вызывают, так скажем, патологические изменения именно в нервной системе, в головном мозге человека. И нарушается как раз структура нейронов головного мозга. Существует список полезных для организма продуктов антидепрессантов. Его можно узнать у эксперта. Он расскажет, как эти продукты нужно употреблять в течение суток. Это Татьяна Жердева. Она знает всё о правильном питании. Грамотный обед помогает ей пережить по 5-7 тренировок в день и сохранить позитивный настрой. Здравствуйте, вы определили заказы? Добрый день, да, жареная треска и чёрный чай. Вот этот набор продуктов поможет мне до вечера быть активной, заниматься спортом, чувствовать себя прекрасно. Татьяна авторитетно заявляет, список продуктов антидепрессантов возглавляют мёд и орехи. Затем идут сложные углеводы в виде злаковых и каш. Фрукты, овощи и творог. Ярковые, любой молочный продукт. Можно йогурт, только не сладкий. Творог, яйца. Тоже очень хорошо способствуют сохранению энергии и прекрасного настроения. И не беда, что в кефире или каше нет никакой поэзии. Зато они могут изменить жизнь человека до неузнаваемости. Это Ольга. Ещё год назад она весила 120 килограммов и носила 60-й размер одежды. Сейчас о полноте напоминают только фотографии в соцсетях. В 30 лет Ольга полностью пересмотрела свой рацион и начала питаться правильно. Я убрала из рациона полностью соль. Я убрала жирное из рациона. Я убрала всяческие колбасы, пельмени, тортики, плюшечки, которые постоянно любилась. Там на работе сидишь, кофе все пьют, как же плюшечку-то не взять. Вот. И это всё было ограничено. Следите за питанием, заедайте стресс правильно, а лучше боритесь с ним в спортзале. Работайте над собой и смотрите «Утро на Енисеи». Редактор субтитров А.Семкин